Пошли в магазин обуви в галерее Краковской. Вот такие босоножечки на широкую ногу. Вытираешь, шнуровываются, кожа. 330 злотых со скидкой сейчас стоит. Такие вот куфельки симпатичные. Такие вот замшевые. 369 были сейчас, 258. Большой ассортимент напротив бедронки на первом этаже в галерее Краковской. Так, о чем вот такие? Так, это тоже кожа нарисована, видите? И цена таких 100 злотых со скидкой, а были 168. Смотрю, вот какие. Легенькие, легенькие. Очень много разной обуви, эти тяжелые, симпатичные. Так, вот такие беленькие. Я пропускаю женщину. Такие разные модельки, они тут близко стоят друг к другу все. Такие просто 68 злотых. Вот такого плана. Ну, это как сандалии для мальчика. Хорошо. Вот такие. Красоножечки кожа. Симпатичные. Вот эти очень симпатичные. Посмотри, мам. Видишь? Да. Посмотри, посмотри. А вот твоё. Не, я такое не люблю. Да, мама мне показала вот такие. Нет, это вообще не моё. Такие грубые. Эти мне нравятся. Так, идёмте дальше. Сумочки здесь ещё продаются. Вот это такое не наше. Не наш вариант. Вот такие шлёпки разные продаются. По 134 злотых. Такие симпатичные. Интересная сумочка. Какая красивая. Такие чёрные. Кожаные, кстати. Симпатичные. 200 злотых. Она со скидкой 270 злотых. Суперная. Такие модельки. Интересные, ажурные. Беленькие. Сумочки. Такие с закрытым носком. Есть люди, которые любят. 74 злотых сейчас со скидкой. Мне вот такие понравились. 279 злотых. Да. Вот эти вот по 100 злотых. Или 1000 гривен. Или делим на 5. Вот кожа, видишь, нарисована. Да. Или делим на 5. Получаем цену евро. Это кожа нарисована? Ну, может быть, не полностью. Ну, тут кожа нарисована, значок. Ещё носочки продаются. Носочки по 9 злотых. Или 90 гривен за одну пару. Вумен. Женские. Простые. Синтетика. Ну, не полностью. А тёплые по 15 злотых. Или 150 гривен за один. Цены везде разные. Ещё тапочки такие мохнатые. Подаются такие. По 50 злотых. Мохнатые. 59 или 590 гривен. Смотрите, какие. Ой, мягенькие. Попробуем вам. Да. Ручки. И детские носочки. По 8 злотых. Или 80 гривен за одну пару. Или делим на 5. Получаем цену в евро. Ручки тут такие вот продаются. Видите? Но они, кстати, очень недёшево стоят. Трикотаж обычный. 90... Ой, сколько же тут? Как тут правильно? Да. 99 злотых. Или 990 гривен. Она в намолнии. Или делим на 5. Получаем цену в евро. Да, и вот такая. Кстати, вот это вот и ничего. Тоже на молнии. Рикотажная. Там цена где-то должна быть. Тоже вон такая цена. 79 злотых. Вот это вот интересное. Могут по 230 злотых. Смотрите, какая. Не будет давить, потому что это кожа. Или 200 и 2300 гривен. Видели на 5. Получаем цену в евро. Там куфельки симпатичные. Вот такие. С блестяшками. Смотрите, какие симпатичные. Подивиться, какая краса. В цветочном киоске. Галерея Краковская. Супер. И стоит 45 злотых букетик. Или 450 гривен. Тут где-то штук 7. Всем привет, мои дорогие друзья. Hello, my dear friends. Польша, Краков. Сегодня у меня выходной. Прекрасный день. Немножко похолодало после дождя. И могу немножко прогуляться. И мама у меня тут рядом сидит на лавочке. Да, мам? Да. Скажи всем привет. Всем привет, привет. Привет, мои дорогие, привет. А чем ты занимаешься? Отдыхаю. Сижу. Скажу вам по секрету. Мама из сумки конфеты достает. Мы сегодня себе сделали, конфетный день устроили, да? Вам купили по 100 грамм, 5 видов конфеток и наминаем их. Настроение себе повышаем. Всем желаю отличного дня, хорошего настроения, доброго дня или вечера. Вредными привычками мы не занимаемся, не пивком. Кстати, о вредных привычках у нас внизу, ребята, это просто какой-то кошмар. Поселились новые жители, и они курят. Курят прям в своей комнате. Мы живем в местах общего поселения. Это отель для украинцев. И новые люди, видимо, не знают или, может, не хотят знать, что курить в комнате нельзя. Дым летит. Окна у всех открыты. И дым распространяется очень быстро по всем. Слышу, соседи уже говорят, что курить нельзя. Что они сделали? Они свой дым забрызгали духами. Это было еще хуже. Ну, в общем, я думаю, что если они не прекратят, то мы просто позадыхаемся все. Чего-то реально. И стали... Я кашляю, мама кашляет. Люди кашляют всем. Даже тошнило. Да, это тошнило. Вот такие вот у нас соседи новые появились. Думаю, они больше не будут так делать. Цены на планшеты в Медиамаркт. Это галерея Краковская. 3199, 2800, 2200 в зависимости от названия, от фирмы и от характеристик, естественно. Цены разные. И 600, вот 27 Lenovo есть. Вот такой, по характеристике. И Apple, Apple дорогие. Я уже сделала вывод. У меня по-прежнему нет ноутбука, нет фланшета. Все осталось дома. На ноутбуке тоже разные. В Медиамаркте, Польша, Краков. 2899. Вот тоже в зависимости от характеристик. Вот Lenovo, его характеристики. У меня был Samsung. И Asus у меня был. А здесь у меня в Польше нет ни ноутбука, ни планшета. Все с телефона. Два телефона. Но это крайне неудобно. Близ, еще зрение садится. Видели ноутбук. Тут вообще такая низкая цена. 1497. И его характеристики. Это вообще для меня незнакомая фирма. Напишите, как он по характеристикам. Это пылесосы. Цены. 2197 злотых. Это такой, видите, который заряжается от электричества. Да, бабца? Да. Но мне такие не нравятся. Маме такие не нравятся. Тут вот эта вот штука все время у нее слетала. Да, мам? Да. 1399. Чтобы узнать цену в евро, делим на 5. Чтобы узнать цену в гривнах, умножаем на 10. Это 13990 гривен. Или делим на 5. Получаем, как я уже сказала, цену в евро. Вот по 1099 пылесосы. Вот есть даже за 239 злотых или 2390 гривен вот такой пылесосик. Мама говорит, вот любимый мой друг пылесос. Такой тебе нравится пылесос, да? Очень качественный. Удобный пылесос. Очень нравится. Бош. 797 злотых или 7990 гривен. Сейчас со скидкой 597 злотых или делим на 5. Получаем цену в евро. И другие варианты. Так, нам с мамой еще нужен утюг в комнату, да, мам? Вот есть самый дешевый 89 злотых утюг в супермаркете, в который мы зашли. Медиамарт. Март. Вот. Цены разные. 179-199 злотых. Такие утюги. И с паром, и без пара. Здесь подороже, но мы только смотрим. Нам бы хотя бы подешевле какой-то купить. Еще вот такие по 349, 969. Чайники 149 злотых. Вот такой 79 есть подешевле. Вот такие. Или 790 гривен, или делим на 5. Получаем цену в евро. Есть еще другие. 129 злотых. Вот чайник Филлипс. 239 злотых. Тефаль 259. Это известные фирмы. Бош, да. И вот чем его чистить. Видите, даже есть. Мама все заметила сразу. Да. И чистящее средство стоит 46,99. Это, видимо, от каменяч, который убирает камень из чайника. Такие красивые чайнички. 159 злотых. Или 1590 гривен. Или деревня 5. Получаем цену в евро. Сколько стоит холодильник? 1349. Вот такой вот мой рост практически. Где-то тут немножко ниже меня. Метр 60, наверное. Открывать можно? Ну, можно открывать. Да. Вот такие внизу. А внизу морозилка. Ну, видимо, да. И морозильная камера внизу. Хорошие холодильники. Хорошие. 1349. Есть 1339 злотых. Вот такой. Или 13390 гривен. Или деревня 5. Получаем, прошибать за цену в евро. Хочу вам сказать, что для Польши это очень хорошие цены. Для местных жителей. Чтобы нам купить холодильник, такой надо было не один месяц поработать одному. А чтобы здесь купить одному холодильник, достаточно иметь хорошую работу. Здесь минимальная заработная плата 4 тысячи чистыми, по-моему, грязными. 4600 злотых. На традиции сколько много? Да. И холодильник вполне возможно купить человеку, работающему за один месяц. Кто не платит за жилье, так как мы, конечно. Что у него внутри? Ой, какие баночки нарисованы. Я думала, это уже все нас ждет, стоит. Вот сколько здесь секций? Раз, два, три. Четвертую. Здесь полочка. Раз, два, три. И отличная холодильная камера. Отличный. Замечательно. Если бы у меня здесь был в Кракаве свой дом, или своя квартира, я бы себе такой с мамой холодильник взяла. Да, мы... Немножко подороже холодильник. Вот такая фирма. Да, 3299 злотых. Он состоит раз, два, три, четыре отделения снизу. Справа вот полочки. И у него две открывающиеся морозильные камеры. Можно для обащей, да, и нижнюю. Покажешь? Пожалуйста, и нижняя, можно для фрукта. И стеклом закрывается. Отличные холодильники. Вот за 2,599 или 25 тысяч, или делим гривен, или делим на 5, получаем цену в евро. Это, видимо, для мороженого, да? Холодильные камеры. Или же для мяса в магазине. Можешь отойти, пожалуйста, я покажу? Да. Или для мяса. 1699 злотых. Или делим на 5, получаем цену в евро. Видите, одностольные лампы, какие интересные, ребята. Особенно вот это вот, как, типа робот, да, 169 в комнату для ребенка, если поставить. Интересная очень. Какие интересные подсветки. 64 злотых, 31 злотых, 139, 44 сердечки. Разные цены. Да. Ой, ребята, сейчас такую красоту вам покажу. Это мы с мамой в центре Кракова находимся. Розы здесь очень красивые. Другие цветы. И еще сейчас покажем. Не рви. Не, не, я подивлюсь, пахнет она? Не пахнет. Ой, как пахнет. Пахнет? Да, да. Пахнет дуже. А я слышу, да. Самое главное, это водка. Смотрите, как красиво. А самое главное, в жару жизненно необходимо. Я помню, как мы в Кракове. Я водила детей. Детки мои были. Я была классным руководителем. Девятого, нет, восьмого класса. Мне этих деток отдали. Когда ушел предыдущий классный руководитель, я их всех подлюбила. Сказали, что класс был трудный, когда отдавали. Но класс был замечательный. Они были все как родные дети тянулись. Я их всех до сих пор люблю. Если кто-то смотрит. Обожаю вас, мои дети, всех. Хочу, чтобы все были живы, здоровы. Все, фонтан закончился. Вода исчерпана. Мама сказала, пошла в холодочек и забрала фонтан с собой. Посмотрите, как красиво. Что с одной стороны, что с другой стороны. И фонтан снова включился. Субтитры делал DimaTorzok КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А сегодня как раз вспоминала про лошадок, да? Где же лошадки? Вот они и лошадки. Вот как они так красиво одеты. Но где же очень жарко. Есть такое преследие украинское. Поставь хапу злободи, а в чужую не ходи, не ходи. Мама еще не доспевала. Давай далее. Чужая хапа не твоя, як сикруха лихая, лихая. Алиэ. Алиэ.